Павел, Витя, свою звезду. Павел, Витя, свою звезду. И ждёт, когда Магда уйдёт. Эта Магда наедается здесь за целый день всяких вкусняшек. А Дженни ждёт, чтобы зайти внутрь и покушать там. И Витя сейчас ей дыньку даст. Вот оно. Она знает, что рот открыла, что будет вкусняшка. Уговаривает. Пошли, пошли. Вот они нашли друг друга. Слон и человек. Просит, просит. Вот так, скажи. У тебя точно, скажи, одна дынька была, Витя. Скажи, что мне одна дынька? Папа Олег, скажи, мне арбузы тачками привозит. А ты принёс только одну дыньку. Видите, надо завести там как-то уговорить Магду. Перейти в свой вольер. Музыка такая, мне кажется, очень подходит для слонов. Та-та-та-там. Мне так нравится ещё, когда Дженни приходит. Видите, слоны. Мы вначале очень переживали. Думали, что, в принципе, вот этот баннер просуществует где-то неделю. Это так, это даже при очень хорошем складе. Но вы видите уже, сколько у нас слонихи. Несколько месяцев. Они вообще к баннеру даже не потянулись. Нигде не порвали, ни кусочек никак. Наоборот, они подходят и общаются с этими слонами. Я заметила, что Магда Дженни всё время становится... Видите, вот кто видит, с краю нарисован слон, слониха со слонёнком. И Дженни очень любит именно эту картинку. Она не была никогда мамой. Но вот она подходит всё время именно к этой картинке. Дженни успокоилась. Видите, свободно гуляют павлины, которых она просто ненавидела, когда приехала в самом начале. Теперь они спокойно. Вон там внизу и маленькие, и большие. Дженни вообще не обращают внимания. Даже как-то мы с ней, и то уже... Мне кажется, она привыкла. Понятно, что полюбить меня она не полюбила. Но к моему присутствию она привыкла. И не очень реагирует. Ну, и я стараюсь, конечно, куда-то девать свой страх. В общем, мы как-то с Дженюхой привыкаем друг к другу. Магда, другое дело. Ей вообще все по барабану. Фиолетово, мне кажется. Она так вот даже пройдёт мимо, хоботом вильнёт. И вообще не поймёт, что что-то произошло. Дженни нет, Дженни другая. Дженни, ты стоишь, слушаешь? Ушла Магда к себе в комнату или нет? Застыла, мне кажется. Дженни превратилась вся в слух. Она же слышит, что туда Магда переходит. Когда из вольера в вольер, внутри. Абсолютно сейчас они никак друг на друга не реагируют. Они научились жить отдельно. Возможно, они слишком долго жили вместе, рядом. Наверное, устали друг от друга. И поэтому им сейчас очень даже комфортно. Сейчас посмотрим, дождёмся, когда Витя будет заводить.